Для меня сейчас болезненный вопрос об иммиграции. Я всю свою жизнь мечтал жить в США с самого детства. Я 1973 года рождения и всю жизнь учу английский. 13 лет работал в американских компаниях, отелях в Москве. Я не хочу, чтобы мой младший ребенок учился в России, но вот он уже ходит во второй класс. А я, к сожалению, это допустил. Главная проблема для меня – у меня нет ни одного человека, у которого хотя бы родственники там жили. Ни одного. То есть уезжать – это в полную неизвестность, в бездну. У меня довольно успешные родители, это их страна, но я здесь жить не то что не могу, мне отвратительно. Я не смог обеспечить своим старшим детям нормальную страну, хочу обеспечить хотя бы младшему. Но, несмотря на то, что я знаю английский и учил даже немецкий, я страшно боюсь переезжать, ведь я нигде, кроме Анталии, не был. Помоги мне морально, ответь, как себя пересилить, если никогда этого не делал, как отмести в сторону все сомнения. Да, еще я думаю, что смогу, вероятно, найти себе работу в услугах, так как много времени проработал в отелях, но сейчас увлекся программированием, хотя это другая история. Главное – переверни мой мозг, чтобы ушел страх. Я понимаю, это сложно, но просто ответь каким-нибудь положительным настроем, ведь никто здесь меня не понимает. Вот вообще никто. Я так устал здесь посреди вечной лыжи жить. Понятное дело, что ответить на это письмо крайне сложно, потому что, что бы ты ни ответил, такой человек такого типа обязательно будет находить еще одно очередное для себя оправдание, почему он не делает конкретных шагов. Ведь здесь все очевидно, человек, судя по всему, знает английский язык, всю жизнь его учит и работает с англоговорящими. Он работает в сфере обслуги в отелях и даже понимает, что он мог бы найти себе работу. Так что его останавливает по сути? Я думаю, что люди подобного типа на самом деле иммигрантами не являются, потому что иммиграция, как я уже множество раз говорил, это состояние души. Я сейчас прочитаю один короткий комментарий, который был под роликом об президенте Обаме, раздающем рождественские подарки в детской больнице. Хороший ролик, спасибо, Штарк, теплое и приятное чувство оставил. Я выключил его, встал и посмотрел в окно, а там лишь серые панельки, куча снега, куча машин и угрюмых людей. Вот лично для меня достаточно было бы вот только вот этого состояния, чтобы от него бежать на край света. Если ты понимаешь, что ты живешь вот в таких домах, вот в таких дворах, и тебя окружают люди, которых я часто показываю в своих роликах, и не только я, у тебя должен быть страх не то, чтобы ехать куда-то в нормальную, здоровую психическую страну, населенную людьми, наоборот, у тебя должен быть страх остаться там навсегда, среди вот этих серых панельных домов, где каждый второй или третий психически больной, где число заболевших с ПИДом превысило число заболевших в Африке, где заражаются женщины и дети еще в родильных домах или случайно в больнице, где нет необходимых лекарств, и вы не знаете, что будет с вами, если вы вдруг попадете в больницу, вас могут оставить инвалидом по какой-то халатности, так как профессионалов в этой стране больше нет. Услышьте меня, все, кто что-то могут, все, кто могут пару слов связать по-английски или немецки, уже давно рванули из этой страны. И тогда я говорю, если вы уверены в своих силах, если у вас очень хорошее образование, у вас мощная специальность, вы владеете языками, вопрос, чего вы можете бояться, ведь попытаться можно. Неужели вы думаете, что кто-нибудь возьмет вас за ручку, приобнимет за плечи и скажет, «Пойдем, дружок, я устрою тебе лучшую жизнь для твоего ребенка?» Ты, видите ли, боишься, а я возьму и устрою хорошую жизнь для твоих детей. Господа, давайте рассуждать как взрослые люди. Конечно же, никто этого говорить не будет. Наоборот, жизнь – это всегда конкурентная борьба и борьба за место под солнцем. Тот, кто борется, тот, кто барахтается лапками, как та лягушка в сметане, тот и выбирается. И рядом с тобой гребут лапками другие лягушки, понимаете? И вы должны быть чуть-чуть сильнее, чуть-чуть проворнее, чуть-чуть сообразительнее, если вы хотите занять чье-то место. Хотите ждать следующие 30 лет? Что ж, ждите. Может быть, у вас в запасе есть еще одна жизнь? Или вы готовы рискнуть жизнью своих близких? Я сейчас обращаюсь не ко всем в целом, а конкретно к автору этого письма. Я никого не пугаю, потому что я знаю, что в конечном счете эмигрирует всегда только 3-5%. Самые активные, сообразительные, трудолюбивые и не имеющие страха. Подводя итог всему сказанному, я хочу сказать, скорее всего, вы не эмигрант. И, скорее всего, вас никто не сможет вытащить из этой дыры. Потому что вы из числа этих самых третьих рабов. Как я уже говорил, первый бежит из рабства, второй поднимает бунт и погибает в борьбе, потому что так всегда было. А третий просто смиряется со своими кандалами. Плохая похлебка, но все-таки есть. Работа, конечно, рабская, но все-таки это работа. И я не буду больше думать о своей плачевной ситуации. Я просто буду делать то, к чему я привык. Кстати, это типичное состояние для раба. Никогда желание от свободы есть, но есть страх этой свободы. Сначала станьте свободным человеком в душе. Возненавидьте свои кандалы. Прекратите мириться с нищенской похлебкой. Рассмотрите в себе свободного человека. И тогда вы найдете выход. Если у вас есть голова, если вы на самом деле испугались за своего ребенка, если второй комментарий вас напугал до хладности в конечностях, навсегда остаться среди этих серых панелей и кучи серого снега, вы найдете выход. Ваше спасение – это ваша проблема. Ваша семья, благополучие ее или ваших детей – это должно быть вашей болью. Вам в чем-то могут помочь в маленьких шагах. Но никто никогда не пройдет этот путь завтра. Ребят, я добрался до финальной точки. Я нахожусь сейчас в Тихуане. Я проехал, получается, пролетел в общей сложности около суток. И наконец-то я здесь. Я безумно рад, счастлив. Здесь греет теплое солнышко. Здесь уже чувствуется вот этот вкус Америки. Я понимаю, что я просто вот в 200 шагах через забор уже Америка. Я уверен, что у меня все получится. Через два дня я отправлюсь на границу и буду просить политическое убежище. В любом случае, я уже устал от России. Да, в России у меня есть очень близкие друзья. И самое главное – это родственники. Моя Дашулька, моя крестница моя. Я ее так очень сильно люблю. Но понимаю, что жить мне дальше. И в любом случае, я буду делать так, чтобы было не только мне хорошо, но и им. Я уже придумал, где я хочу работать, как развиваться и так далее. Вообще, мне, в принципе, очень нравится американская вот эта мечта. Хотя, опять же, я записываю это видео за два дня до того, как я пойду на границу. Может быть, я еще что-то скажу. Но в любом случае, вы это видео увидите только тогда, когда я уже оттуда выйду, чтобы никто меня не сглазил, не каркал и так далее. Поэтому, если вы это видео видите, значит, я передаю сам себе привет. Вот ты сейчас стоишь здесь, а будешь стоять вот там. Я тебе желаю удачи. Все будет хорошо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!